Сегодня в Вестнике Северодвинской итоги недели. Отопительный сезон закончен. В домах северодвинцев остыли батареи. Тратят 500 тонн асфальта в сутки. Ремонтируют проспект победы. Проснулись опасные насекомые. Появились первые северодвинцы, укушенные клещами. Вместо кровли пустое место. Ледовый дворец строят с опозданием. В городе завершился отопительный сезон. Здравствуйте. В эфире Вестник Северодвинской итоги недели в студии Сергей Курбан. Батареи в северодвинских домах остыли. В пятницу в городе отключили отопление. Соответствующее постановление на этой неделе подписал глава города. Отопительный сезон закончился почти на неделю раньше по сравнению с прошлым годом. В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, показаниями к отключению тепла послужила среднесуточная температура. Она держалась в течение пяти дней не ниже плюс 8 градусов. Последний звонок, который пройдет 23-го, встретим с горячей водой. Гидравлические испытания в городе планируют начать с 25 мая. Ориентировочно они продлятся до 5 июня. Специалисты отмечают, в этом году отопительный период прошел без потерь, то есть без серьезных аварий. 8 тысяч квадратных метров проспекта Победы заасфальтировали за два дня. Обновлены три больших участка дороги от проспекта Труда до Кудемского моста. Ремонт дороги картами подрядчики готовы закончить в кратчайшие сроки. Как идут работы, проверил мэр Северодвинска. Дорожники торопятся максимально использовать сухую погоду и выполнить ремонт картами в кратчайшие сроки. Работы на проспекте Победы ведутся с утра до позднего вечера. С наступлением белых ночей подрядчики готовы вести ремонт круглосуточно. По 500 тонн асфальта привозят с завода ежедневно. Наконец-то сделали Победы. Я здесь живу, езжу каждый день по этим дорогам и на дачу езжу сюда. Слава Богу, что сделали. Хотя бы к Дню Победы начали что-то делать. У вас проблем-то на сегодняшний день ни с материалом, ни с чем нет? С материалами проблем нету. То есть мы подготовились к сезону. Проблем нету ни с техникой, ни с чем. С людьми все хватает. Проблемы с автолюбителями такое. В ближайших планах дорожников ремонт Малой Кудьмы в районе ЦСМЧ-58 проспекта Морской Ягринского шоссе. Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям движения во время работ, набраться терпения и скорректировать свои планы по времени поездок. Работать будем, наверное, ориентировочно. Будем стараться все-таки в ночное время, это раз. И второе, в дневное время, наверное, где-то с 9 до 3, до 4. Вот в то время, когда еще как бы такой массовый отток. На работу заехали с работы, потом еще пока не поехали, вот в это время. Но проблемы, конечно, все равно будут. Гарантия на ремонтные работы картами один год контроль за работой подрядчика осуществляет комитет ЖКХ. Всего на ремонт дорог и внутриквартальных проездов выделено на этот год около 245 миллионов рублей. Основной объем работ подрядчики обещают выполнить к дню города. Клещи атакуют в черте города. Количество укушенных северодвинцев растет. Только за один день их количество увеличилось с 21 до 36 человек. Горожан просят быть осторожными и бдительными. Первый случай укуса в этом году зарегистрирован в Северодвинске 30 апреля. Период активности клещей с конца апреля до конца сентября. Основная масса обращений от укушенных – привозные случаи. Чаще всего привозят на себе клещей с юга области – из Вельского, Шенкурского районов, а также из Вологодской области. В округе Северодвинска наибольшая концентрация опасных насекомых – в Ягринском бару, Нюнаксе, Солзе. Здесь клещи кусают ежегодно. На 13 мая в Северодвинске 36 человек обратились в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Из них 10 человек – это дети до 14 лет. 10 случаев присасывания клещей выявлены в черте города Северодвинска. В Северодвинске в медучреждение обращались в двух случаях – укуса клещей в Ягринском бару и рядом с рекой Параниха. Остальные 8 произошли в садовых некоммерческих товариществах, расположенных рядом с городом. Это Космос-2, деревня Солза, Нюнакса, Строитель, Березка, Медик и другие. Укус клеща опасен. Если он инфицирован вирусом энцефалита, может развиться клещевой энцефалит. Заболевание поражает нервную систему и может закончиться летальным исходом. При обнаружении клеща под кожей надо сразу обращаться к врачу-травматологу. На сегодняшний день случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым баррелиозом в городе не зарегистрировано. То есть присасываний много, но заболевших нет. Сейчас в городе началась обработка территории от клещей. Это территории детской больницы, роддома и ПНД. К лету подготовят и территории детских лагерей. Обработка Ягринского бора и парка культуры и отдыха не запланирована. Горожанам рекомендуют тщательно выбирать место отдыха, где нет кустов и травы. Надевать светлую одежду, пользоваться репеллентами. Запретят продажу алкоголя на вынос. Так празднование последнего звонка коснется взрослых северодвинцев. Без спиртного этот день проходит уже седьмой год подряд. Все ради того, чтобы оградить молодежь от неприятностей. Ограничения по продаже алкоголя действуют с 21 часа 22 мая до 10 часов утра 23 мая. А также с 13 часов 23 мая до 10 часов утра 24 мая. Запрет не коснется розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и организациями общественного питания. Покупка алкоголя на вынос окажется под запретом. Управление экономики и администрации Северодвинска обращает внимание руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей на необходимость строгого исполнения ограничений и запретов по реализации алкогольной продукции, установленных федеральным и областными законами. Пока идет организация проведения последнего звонка. Около 2,5 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов готовятся к ЕГЭ. Первый госэкзамен состоится уже через полторы недели. 25 мая 11-ти классников ожидают экзамены по литературе и географии, а 9-ти классников 27 мая по математике. В этом году выпускников ждет целый ряд изменений. Впервые иностранный язык можно сдавать и устно. Появился раздел «Говорение». Для тех, кому необходимо 100 баллов, лучше сдать и письменную форму. Также выбор есть и в математике. Можно решать задания как базового уровня, так и профильного. А вот часть А с выбором вариантов ответа исчезнет из заданий по всем предметам. Всего в этом году ЕГЭ сдают 1008 11-ти классников. Для них подготовлено 8 площадок для сдачи. У нас лидирует общество знания. По предварительным данным у нас общество знания только 8-го числа, то есть в первый день сдачи зарегистрировано 478 обучающихся. И еще 9 будут сдавать общество знания 24 июня. То есть у них там есть совпадение. На втором месте у нас идет традиционная физика. В этом году, как и в прошлом, под прицелом видеокамер ЕГЭ пишут только 11-ти классники. Но впервые под личные вещи выпускников выделяется отдельная аудитория. По-прежнему под строгим запретом аудио-видеотехника и любые цифровые носители информации. Заработанные баллы на оценку в аттестате не повлияют. А те, кто не явился на экзамен без уважительной причины, получат лишь справку в образовании. Обязательные русские 11-ти классники пишут 28 мая, 9-ти классники 3 июня. По тематику 1 июня и 27 мая соответственно. Остальные 14 предметов по выбору согласно графику. И к другим темам недели. Строительство крытого катка на Яграх идет с заметным опозданием. До сдачи объекта осталось 5 месяцев. Уже летом на стройке должны ввести отделочные работы, но пока возведены лишь основные рамы здания. Обшивка этими разноцветными панелями только началась, хотя по графику они должны были появиться еще в феврале. В администрации города бьют тревогу. Строительство крытого катка на Яграх идет с опозданием в несколько месяцев. Из 232 миллионов рублей, такова общая сумма выделенных средств из разных бюджетов, освоена лишь 67. На сегодняшний день в соответствии с графиком финансирования должно быть выполнено работа примерно на 116 миллионов рублей. То есть отставание существенное. Напомним, контракт с подрядчиком, архангельским филиалом фирмы Республики Мордовия заключен в октябре 2012 года. Строительство объекта финансируется за счет городского, областного и федерального бюджетов. На сегодняшний день задействованы и северодвинские строители. К ним заказчик, то есть администрация города претензий не имеет. Здесь выполнили каркас металлоконструкции, построили здание. И сейчас обшиваем сэнгич-панелями стены. В дальнейшем будем правду делать. Согласно графику, эти панели должны быть смонтированы в количестве не менее 60%. Не выполнены работы и по энергоснабжению, то есть наружные сети. Недовольны администрации и организации строительного процесса. Причина отставания, во-первых, плохой организации строительства. Даже посмотрев на площадку строительства, мы видим, что до сих пор, на сегодняшний день, не закончены даже подъездные пути из железобетонных плит. То есть техника практически вязнет в грунте, что сдерживает темпы работы. На объекте проводятся еженедельные планерки. На них, согласно темпу работы, устанавливаются все новые сроки. Сдача всего объекта назначена на 30 октября этого года. Если каток не ведут в эксплуатацию вовремя, будут действовать соответствующие штрафные санкции. Марина Хохлова, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска. Поворот налево с перекрестка проспекта Труда и улицы Ломоносова в сторону старого города запретили. Но многие ли водители обращают внимание на предупреждающие знаки? Насколько удобно теперь проезжать оживленный перекресток, выясняла наша съемочная группа. Без звуковых сигналов сегодня здесь не обходится. Водители сами предупреждают тех, кто еще не знаком с новой схемой проезда и не заметил предупреждающих знаков. Левого поворота в сторону старого города теперь здесь нет. А транспорт, который едет со стороны Карла Маркса по проспекту Труда, проехать перекресток с улицы Ломоносова, может лишь прямо или повернуть направо в сторону нового города. Это упрощает плотное движение на перекрестке и позволит избежать частых аварий. Только что узнала вообще от родителей. А, то есть собирались поворачивать? Да, я бы повернула. А как теперь объезжать будете? Скорее всего по Труда, вот туда прямо буду ехать, через мост. Поможет в том случае, когда будет закрыт проезд морской. То есть, в основной поток поедет машина сюда, в квартал, надо будет только один путь. То есть разгрузится получается? Ну да, я думаю, да. Раньше ради аварий-то немного было. Не знаю, нормально. Если нормально люди ездят, так и аварий не будет. То есть, в принципе. А так, ну не знаю, насчет налевого поворота, как бы удобно, неудобно. Для контроля сегодня на Труда Ломоносова обещали выставить патруль ДПС, но, видимо, решили отложить на время час пик. Тем не менее, штрафовать водителей сегодня и в течение ближайшей недели инспекторы здесь не намерены. Ведь многим требуется время, чтобы привыкнуть к новой схеме. Хотя внимательность за рулем еще никто не отменял. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580-700 или пишите номер 8-911-0580-700. А в этот день, 86 лет назад, в Голливуде прошла первая церемония вручения кинопремии «Оскар». Правда, в то время статуэтка была еще безымянной и называлась «Благодарственные отзывы». Церемония длилась 15 минут и собрала 250 зрителей. Билет на нее стоил 5 долларов. Ну а какая погода ждет нас в выходные, расскажет Ольга Савинова. Капризы погоды придется потерпеть. Здравствуйте. О метеопрогнозах на ближайшие дни расскажу после коротких анонсов. Далее в выпуске. На место гибели через 70 лет память о солдате хранили 5 поколений. Решили обмыть проданную квартиру. В итоге оказались на пепелище. Сварить, просверлить, собрать. На конкурс профмастерства съехались со всей страны. О метеопрогнозах расскажет Небесная канцелярия. 17 мая по данным ГИСМЕТИО в Северодвинске ночью ожидается 3 градуса выше 0, днем плюс 6. Пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, северный. Умеренный, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня незначительно понизится и к вечеру составит 753 миллиметра ртутного столба. А в понедельник температура воздуха ночью составит 4 градуса тепла, днем плюс 12. Пасмурно, временами дождь. В воскресенье звезды советуют не заниматься трудоемкими делами и тем, что требуют серьезных психологических усилий. Позвольте себе расслабиться и отдохнуть. Также воздержитесь от употребления алкоголя и прогулок в одиночестве по малолюдным местам и парковым зонам. У меня все. Улыбайтесь чаще и не только в выходные дни. Чёрное – это не отсутствие белого. Северодвинское молоко. Покупайте с удовольствием. Управляй деньгами, а не служи им. Реклама на канале ГТРК 58 30 60. В эфире Вестник Северодвинской. Итоги недели. И мы продолжаем. Торжества к юбилею победы позади. А вот память о тех, кто с оружием в руках защищал советскую землю, живет независимо от праздников. Память об одном солдате бережно хранят его потомки. Спустя 70 лет они нашли место, где погиб родственник и возложили цветы к братской могиле. Следующая станция – Дедовичи. Роковая станция для Хромцова – Павла Алексеевича. Последнее пристанище – варенье лейтенанта моего дяди. Северодвинск, Архангельск, Санкт-Петербург, Дедовичи. Почти 2500 километров преодолел Евгений Дроздов, чтобы найти место гибели своего дяди. Уроженец села Хаврогоры Павел Алексеевич Хромцов ушел на фронт в ноябре 1941-го. Гвардии лейтенант, политрук Красной Армии погиб в 1944-м, защищая станцию Дедовичи в Ленинградской области. Тогда ему было 28 лет. Название этого места было на слуху у пяти поколений потомков. Через 70 лет племянник советского солдата решил отправиться в путь. Уже в Дедовичах место братского захоронения указал случайный прохожий. На берегу реки, в высоком реке, открывается хорошая панорама реки и близлежащих полей. И стоит обелиск. Советский воин с автоматом. И справа и слева, ну как называйте, надписи похороненных здесь воинов. Потом, как выяснилось, 112 человек. Я начал, ну с трепетом поднимаясь по лестнице, ноги дрожат, натыкаюсь. Три фамилии на буквы Х. Нет, не то. А потом посмотрел, так и четвертая еще существует. И это четвертая фамилия Хромцов. Нет, наверное, думаю, на фамилии. Глаза провел так дальше. П.А. Павел Алексеевич. Никаких документов о гибели Павла Хромцова сегодня не сохранилось. Затерялась и похоронка. Светения о месте захоронения пришлось восстанавливать по детскому сочинению на патриотическую тему правнучки солдата, случайно найденному в семейных архивах. В нем и была скопирована та самая похоронка. Я не рылся в архивах, не ездил по всей России, в Германию, в Польшу, или где были военные действия. Это, конечно, но то ощущение, которое я испытал в этот день, это не забыть, наверное, никогда. В мирное время Павел Алексеевич Хромцов работал директором сельской школы в селе Хаврагоры. С фронта своим ученикам он писал очень трогательные душевные письма. На этих кадрах та самая школа спустя 40 лет после войны. И жена Павла Хромцова, которая после ухода мужа на фронт вместо него стала директором. Теперь в этом здании православный храм. Благодаря поискам и памяти потомков о судьбе солдата из глубинки Архангельской области теперь знают люди и в далеких дедовичах, чью землю он защищал. Марина Хохлова, Елена Подольская, Евгений Дроздов, Вестник Северодвинска. Сварщики, слесари, токари, сборщики и электромонтеры устроили состязание. Традиционный конкурс профмастерства прошел в техникуме судостроения. Соревновались не только местные студенты, но и учащиеся техникумов Новодвинска, Котласа и Архангельска. Задача собрать двигатель, опилить шестигранник, выточить валик и даже собрать мангалы. В итоге этот сварочный шов должен пройти ультразвуковой контроль. Умение обращаться с металлом показали будущие сварщики. В Северодвинском техникуме судостроения и машиностроения прошел традиционный конкурс профмастерства. В искусстве профессии состязались также токари, сборщики, электромонтеры и слесари. Всего 53 студента, почти все первокурстники. Задания сложные, так и электромонтеры за 1 час 45 минут должны собрать и запустить асинхронный двигатель. Работа оценивается по, во-первых, организации рабочего места, во-вторых, правильность сбора схемы, включение электродвигателя, и по ведомости здесь шесть пунктов. Токари за три часа должны выточить учебную деталь валик. Ее разработали специально для конкурса. Самое сложное – соблюсти указанные на схеме размеры. «Именно такую деталь я еще не делал, но что-то похожее было. Это сегодня твой сбор?» «Да». «Как получается? Как успеть?» «Все хорошо пока». Сборщикам досталась ответственная миссия – собрать мангалы. Работают в паре, у каждого свои обязанности. Время ограничено всего полтора часа. «Я хочу сказать, что сегодня прекрасный праздник у ребят. Только самые лучшие могут принимать участие в конкурсе мастерства. Сегодня они должны собрать простейшую конструкцию. Самые первые, может быть, в их жизни – это мангалы». Слесарное искусство проверяли на комбинированной гайке. Будущие слесаря опиливали шестиугольник и квадратно носили резьбу и сверлили отверстия нужного диаметра. Конкурс профмастерства проходит уже больше 50 лет. В этот раз приехали студенты из Новодвинска, Котласа и Архангельска. «Ну, что дает ребятам? Наверное, своего рода маленький итог того, что они успели научиться за год. То есть проявить себя, ну и посоревноваться, понятно, до соревнования у них. Ну, наверное, результаты потом покажут, кто как готов, кто как из учебных заведений готовит по той или иной профессии». Победителями в конкурсе профмастерства во всех специальностях стали северодвинцы. Они получат денежный приз – полторы тысячи рублей каждый. Вера Белогородская, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Еще двое членов преступного сообщества «Шаманинские» задержаны в Архангельске. Один, 91-го года рождения, в сентябре прошлого года освободился из мест заключения, где отбывал наказание за разбойное нападение. Второй член группировки, 87-го года рождения, задержан в центре Архангельска. Всего на сегодняшний день задержаны 19 членов банды, потерпевшими по делу признаны более 50 человек. О происшествиях в рубрике «Протокол». Вот так горит только что проданная за 3,5 миллиона квартира. Хозяева заключили сделку о продаже жилья и, судя по всему, решили отметить выгодное дело. Праздник закончился пожаром. На момент прибытия огнеборцев из окон квартиры уже валил густой черный дым. Людей пришлось эвакуировать из квартиры по лестнице, а вот соседям пришлось не сладко. А у вас там кто наверху-то? Мама. Мама. Тут на балконе? А горит-то где, снизу? Снизу, снизу горит. А у вас там как соседи, Даня? Ну, пьющие, что ли? Да, очень пьющие соседи. Там женщина очень пьющая. К женщине на балконе над горящей квартирой пожарным пришлось подниматься на лестнице. В итоге ее все же вывели через подъезд. Она делалась лишь испугом. Семья неадекватная, алкогольки. Сильно у них хлопок на кухне был и ванной. Сейчас вся квартира у нас черная? Вся квартира черная. После реформа-то. То есть все к вам пошло, да? Все. Кухня и ванная уничтожены огнем почти полностью. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Кроме кота из квартиры Погорельцев, его пожарным пришлось спасать несколько раз. В итоге животное все же сорвалось с карниза третьего этажа. В четверг утром пожарным пришлось бороться с горящим камышом на улице Коммунальной. Справиться с возгоранием удалось за 20 минут. Сами видите, сухой камыш. Площадь по 120 квадрат витр. А так предварительно... Ну он быстро. В чем причина? Ну не знаю. Люди ездят, курят. Кучок бросил. Вот результат на лицо. Утренний пожар за эти сутки. По словам огнеборцев, первое. Вот накануне траву пришлось тушить сразу шесть раз. Пожарные дознаватели огласили предварительные причины пожара в доме на железнодорожной 10 дроп 7. Напомним, на днях деревяшка 37-го года постройки выгорела полностью. В ходе осмотра была установлена очаговая гузона. Это техподполье в крыле, которое расположено по улице Железнодорожная. Было установлено наличие паров углеводородов. Что это значит? Значит, там был использован инициатор горения. Скорее всего, горючая жидкость какая-то. В здании находилось более 20 офисов и различных магазинов. Однако старая деревяшка застрахована частным владельцам не была. Предварительный ущерб 9 миллионов рублей. В этой сумме не учитывается имущество арендаторов. Выяснением всех обстоятельств поджога займется полиция. Прогулка на велосипеде для Северодвинца окончилась потерей транспорта и ушибами. При выезде из двора дома 5 по улице Карла Маркса велосипедиста не пропустила водитель Лады Калины. Двигался оттуда, водитель данного транспортного средства не остановился, то бешекственное торможение не сделал. Ну и, соответственно, снесли мне. Не пострадали? Ну, рука болит на ногах. Так, упал сюда на дорогу. Я пропускала женщину здесь. Она на костылях шла. Я ее пропустила, ну и поехала. А он летел на скорости. Я, как говорится, отвлеклась тут на дорогу, чтобы мне туда выехать нормально. И он ехал на быстрой скорости. И я не успела, конечно. В итоге пострадавшему велосипедисту пришлось вызывать скорую помощь. Виновника происшествия установят сотрудники ДПС. А вот велосипед пострадавшему хозяину придется поставить на ремонт. Освободилась из мест лишения свободы в марте. Через два месяца снова совершила кражу. 3 мая в салоне связи 15-летняя Северодвинка под предлогом приобретения длительное время выбирала мобильный телефон. Как видно на записи с камер наблюдения, девушка выбрала момент и сбежала. С неоплаченным товаром стоимостью более 20 тысяч рублей. После изучения записи с камер видеонаблюдения сотрудниками уголовного розыска была установлена подозреваемая. Ей оказалась жительница города Северодвинка молодая девушка 90-го года рождения. Нигде не работающая, ранее судимая по статье 158 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение кражи. В отношении Северодвинки заведено уголовное дело. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. В рамках года литературы область посетил известный русский писатель. Обладатель премии «Большая книга-2014» Захар Прилепин. Он провел творческие встречи с читателями поморья. Роман «Обительза», который был отмечен автор, посвящен Соловкам 20-х годов прошлого века. Сам в прошлом ОМОНовец, солдат Чеченской войны, говорит о войне писать проще, чем о женщинах. 700 страниц и 140 персонажей из сталинских лагеря на Соловках. А в центре исторического романа «Обитель. История любви и ненависти» одно из начальниц лагеря и молодого заключенного. Сравнивают с Лженицыным, Шаламовым и Жигулиным. Впрочем, несмотря на отсутствие личного опыта, в своем романе о Соловках Захар Прилепин нашел правильные слова. Я поставил себе эту планку с «Обителю» сделать немыслимой, но потом за год существования этого романа никто до сих пор не нашел там ни одной ошибки, ни единой просто. У меня как у меня брат, у меня брат, который сидел в тюрьме, он говорит, слушай, ты как будто сам чалился, он сказал мне по поводу этого романа. На самих Соловках писатель был 7 лет назад, когда собирал материал для книги. Завтра на острова Захар Прилепин отправится вновь. Творчеством и биографией писателя интересуются даже многодетные семьи, ведь у самого писателя четверо детей. Отсюда и вопрос, где лучше растить детей – в городской квартире или за городом. Ребенок в идеале должен расти где-то на природе, чтобы он какой-то видел оборот природы, чтобы какие-то вещи, связанные с землей, с почвой, с воздухом, вся эта метафизика, она не ложная, она действительно существует. Чем больше дети проводят времени вне города, тем лучше для всех. Писатель, журналист, блогер, музыкант, а еще благотворитель. Писатель периодически выезжает с гуманитарной помощью на Донбасс. Где помогают тысячи россиян, я бросаю клич в своем блоге на фейсбуке, и мне тысячи и тысячи россиян переводят от 10 рублей до 600 тысяч рублей. Был самый большой перевод, люди мне доверяют, слава богу, и я все это развожу, делаю съемки, ведя съемки, потом выкладываю все отчеты. Захар Прилепин воевал в Чечне, был командиром роты ОМОНа. Отсюда роман «Патологии». Автор уверенно заявляет, о войне писать проще, чем о женщинах. В принципе, понимаю, но там гораздо более сложная механика. Или, может быть, более простая. Вот в целом, загадка женщины для меня одна из самых неразрешимых. Как все это у вас сложено вообще, мне не понять. Но я пытаюсь, я работаю над этим. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник Северотринска. А теперь о новостях спорта. С ними нас познакомит Константин Мухин. Здравствуй, Костя. Здравствуй, Сергей. Есть ли в эти выходные спортивные события, которые нас порадуют? Да, автостоянку завода управления станет гоночной трассой. Наша съемочная группа обязательно осветит это событие. Семинары мастер-класса для учителей физкультуры и тренеров-преподавателей прошел в 16-й школе. Знакомились с инновационными формами обучения 25 педагогов со всей Архангельской области. Спонсор рубрики – Северодвинский торговый центр. Нехитрое устройство из старой косметички и резиновой детской игрушки испытывает учитель физкультуры. Таким образом он перенимает опыт северодвинских педагогов. В 16-й школе прошел профессиональный семинар. Познакомиться с инновационными формами обучения в Северодвинск приехали 25 учителей из всех уголков Архангельской области. Основная тема семинара – реализация и внедрение норм ГТО в школах. 16-я уже опробовала нормативы Минспорта. В 11-м классе я приняла нормы ГТО уже по гирям. Дети работали рывок 4 минуты. И с этим заданием справились все, потому что на уроках у них достаточно нагрузка. Ребята, показана техника, технику они освоили и подняли все. В 11-м классе у нас проблем с этим нет, потому что гиря у нас есть как текция дополнительного образования. Помимо гиревого спорта в 16-й введено еще 7 секций дополнительных занятий. Волейбол, мини-футбол, хоккей с мячом, лыжные гонки и самбо. Администрация школы договорилась с Фокси в маши детей в дополнительный час физкультуры обучают профессиональные тренеры, мастера спорта. Такой симбиоз позволяет ученикам показывать отличные результаты на соревнованиях различного уровня. Последнее занятие по подъему гири, потому что это часть ВСК ГТО, и техника движения, чтобы дети не надорвались, ни здоровье свое не испортили, как раз посмотрели технику поднятия гири. Тут в этом вопросе главное не навредить, да? Главное не навредить, чтобы дети наши были здоровыми, здоровыми. И не бились так, а может быть о рекордных результатах, а сохраняли здоровье. Всего в спортивных секциях, организованных при школе, занимается 121 учащийся. Причем бесплатно. Введен четвертый час занятий физкультуры, и как показывает практика, все эти прогрессивные нововведения идут ученикам на пользу. Константин Мухин, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска. Пара спартакиада города Корабело среди детей с ограниченными возможностями здоровья и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вышла на новый уровень. Юноши и девушки впервые в истории Архангельской области приняли участие в гонках на картах. С каждым годом количество спортивных соревнований в рамках пары спартакиады города Корабело среди детей с ограниченными возможностями здоровья и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, только растет. География участников тоже расширяется. В состязаниях по боулингу, бадминтону, горным лыжам, плаванию соревнуются дети из многих городов области. Когда первый год начинали, там участвовали только ребята из города Северодвинска. С каждым годом у нас сейчас уже приезжает все больше городов, даже ребята из Котласа приезжают, делают и количество мероприятий. В 2013-2014 год, во второй спартакиаде, мы провели 29 мероприятий, в которых участвовало 1970 человек. Поэтому, а в этом году у нас еще больше проходит мероприятий. Впервые в истории Архангельской области в пары спартакиаде провели гонки на картах. Примерили на себя образ гонщиков, 36 юношей и девушек. Это пять команд Северодвинска и одна из столиц и по морям. Соревнования посвятили Дню Великой Победы. Я желаю вам успешных, успехов в соревнованиях, здоровья и всего хорошего в жизни. После напутственных слов Сергея Николаевича ребята приступили к гонкам. Не у всех с первого раза получилось проехать извилистую трассу. Но азарты и желания у каждого хоть отбавляй. В каждой из команд было по две девушки и гоняли они не хуже своих партнеров. Первое место в личном зачете у Вероники Жирновой из Северодвинской школы-интерната. Второе у Валентины Заяц из техникума строительства, дизайна и технологий. Замкнула тройку Марина Табурова из Архангельска. У юноши абсолютно лучший результат показал гости столицы по море Роман Анциферов. Серебро и бронзу выиграли друзья по команде, техникума строительства, дизайна и технологии Семен Дымов и Константин Шавловский. До этого приходилось кататься? Нет, я вообще первый раз катался. А вам? Мне один раз, да. А есть с чем сравнивать? Ну да. Наверное, трасса маленькая, правда. А так все очень хорошо. Целая команда планируем. По-любому победил. Слова не разошлись с делом. В командном зачете кубок первых соревнований по картингу выиграли учащиеся техникума строительства, дизайна и технологий. До финала Спартакиада осталось всего три этапа. Закрытие пройдет в начале июня. Константин Мухин, Семен Сомигулин, Вестник, Северодвинска. У меня на этом все. Это были самые яркие спортивные события уходящей недели. Занимайтесь спортом и будете первыми. Чем удивит нас неделя следующая, узнаем совсем скоро. Материалы наших выпусков вы можете посмотреть на сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Удачи. Такси Север 50 06 06. Езди дешевле. Закажи такси Север и получи у водителя дисконт на постоянную скидку в 10 рублей. Такси Север. Звони 50 06 06. Такси Север 50 06 06. Воскресенье 17 мая в Северодвинске ожидается. Ветер северо-восточный, северный, умеренный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 753 миллиметра ртутного столба. Пасмурно, дождь. Температура ночью 3 градуса выше нуля. Днем столбик термометра поднимется до плюс 6 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 7 метров. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!